А вот и Exit Zero. Мы приехали в конец Парквея. Мы на самом конце Нью-Джерси. Перед нами океан. Вот его вывеска. Вот его офис. Небольшой вот такой вот мотельчик. Чисто, аккуратно. Сейчас посмотрим, куда нас поселят. Наверх, на низ. Бассейн. А вот наш бунгало. Две кроватки. Холодильник. Пустой. Это наши тут продукты. Туалетик с ванной. Hello! Всё так себе. Чисто, спокойно. Телевизор. Зеркало. И ещё раз hello. Это опять я. Всё, располагаемся и отдыхаем. После фермы, после жары. Чуть-чуть отдохнём, потом вечером пойдём на гульки. Кроватки вот такие. Подушечки беленькие. И маленькая даже есть простыня белая, красивая, фонарики. Всё, располагаемся. Итак, мы на пляже 200 метров от гостиницы, вокруг тоже вот такие вот гостиничные домики, которые сдаются в комнаты и апартменты. Мы живём на Питтбург-эвене. Нужно иметь маски и соблюдать дистанцию. Погодка отличная. Солнышко, тучки. Мусорь складируется здесь. На пляже порядок. Даже есть, смотрю, вот такие вот индивидуальные кабинки, но это, наверное, от гостиницы, кто живёт в гостиничных номерах. Они имеют право здесь быть под прикрытием от солнца. Песочек здесь шикарный, мягчайший. Ой, океанский бриз. Сразу слышно. Уже вечерок, людей не так много расходятся. Спасатели тут тоже есть. Песок тёплый, тёплый. Мои вон там расположились. Отдыхают. Кто-то змея запускает. У нас там дома почти такие же пляжи. Почти такой же холодный океан. Но вот китов там нет. Мы приехали сюда, а вдруг нам повезёт на китов посмотреть опять. Итак, мы на месте. Расположились вот здесь. И пошли попробуем водичку. Водичка такая, цвет неплохой. Ну, наверное, холодная точно. Ну, холодная. И волна ужасная. Ужасная. А шум прибоя? Слышат все. А дети купаются. Кто ещё будет, если не дети здесь купаться? Была бы тёплая водичка, и не нужно нам Флориды. Абсолютно. Песок шикарный. Солнце тёплое. А вода холодная. Такие вот жёлтые катера здесь ходят. Наверное, катают желающих прокатиться по волнам. Красота необыкновенная. А морской бриз лёгкие разворачивает легко. И дышать хочется на полную грудь. Всё глубже. Вот такие здесь шикарные домики есть. Это всё гостиничного типа домики, гостиницы. И вот ещё один. А мы надышались, отдохнули. Идём искать ужин. Какой-то... Тут есть фиш-маркет. Тут есть лобстер-хаус. Сейчас пойдём и посмотрим, где нас накормят. Домики красивые здесь. Есть и старые, и более новые. Ну, чем красивее домик, тем дороже комната. Может колебаться цена и 250, и 300, и 500. Ну, посмотреть интересно. Полно людей на пляже. Все с детками. Все без масок. Даже розовый есть. Гостиница. Club. Sea Club Hotel. No, Ocean Club Hotel. И ресторан у них там есть свой. Смотрим дальше. Чего же мы сюда приехали, чтобы посмотреть? Нужно пропускать. Всегда очень много здесь пешеходов. Все возвращаются с пляжа. Очень много велосипедистов тоже. Здесь какая-то тусовка. Музыка. Живая. Люди ужинают. И людей много. И никакой дистанции в масках единицы. Вот здесь тоже пройтись интересно. Даже просто погулять. Посмотреть на вот это все. Дыша морским воздухом. Вот красивый домик тоже. Вот шикарный домик. И этот. И этот зеленый. Красота. И этот желтый. Стройка. А ты в масках? Все? Да. Собаки только в масках. Вот их и фотографируют. Конечно, домики не сравнить с нашими там в Нью-Джерси. Совсем другая архитектура. Маша, стиль какой? Венецианский? Может, я ошибаюсь. Вон с водопадами. Прямо гостиница. Или какой-то сквер. Юниан-парк. Конечно, все это близко. Слегка. Но я думаю, достаточно понятно, что здесь красота вот такая. Только лестница. Маш, ты видишь? Тоже видно старый. Совсем старый. Все, мы приехали в один из ресторанов. Вот такое здесь можно созерцать. Везде флаги американские. Улочки красивые. Вот эти дома старые. Тут красивый дом. Тут перекрыто. И вот это их, наверное, главная улица. Вы поняли, сколько здесь народа. Много магазинов. Даже большой собор есть какой-то вот такой вот. В таком вот стиле. Очень красиво вокруг. Людей полно. И даже конные поводки есть. Можно покататься на лошадке. Собачка, Маш. Конфетная фабрика. И вот такой фонтанчик здесь есть красивый. И вот такая лисаночка, который имеет клюгелек сверху, который показывает направление запад-восток-север. Вообще, очень красивые тут такие, как они называются, деревянные вот такие узорами вырезанные оформления окон, балконов. Вообще, вот такой вот здесь стиль интересный. Резной. Лошадки, как у нас в Центральном парке тоже. Вот такая красота. Лошадка. Но зато не пахнет так плохо, как в Центральном парке. Вот здесь потише. Нет уж только людей. Магазинчики, все как будто из фильмов, которые показывает на канале Холмарк. Кто смотрит? Вот такие легенькие американские драмы. Не знаю, или комедии. Романтические комедии. Ага, что-то такое, романтик. Вот это точно здесь. Я как будто попала в один из этих фильмов. Вот здесь вот на Центральной улице столпотворение людей. Тьма. Не протолкнуться. В масках не все, но в магазины без масок не пускают. Красивые цветочки. И вот оно, название. Чейп Мэй. Ужин принесли домой. Вот такого лобстера мы взяли. Креветки, салатики, картошка. Ужинаем дома. Там такое столпотворение возле ресторана. В ресторанах мы не рискнули. Спокойно поедим дома. Взяли еще Кока-Колу и коктейль. Коктейль у меня Багамо-мама. С ромом, с соками. Ммм, вкусняшко. Так, как мы этого дядю сейчас будем есть? Без понятия. Где лапа? Он уже разрезанный, кстати. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ